С вами Megabzor.com Сегодня мы сравним смартфоны Realme 12 Plus и Redmi Note 13 Pro Подобные сравнения мы проводили ранее с разными моделями Если интересно, посмотрите, в ходе этого обзора я несколько выведу в аннотации к этому видео Данные смартфоны проще, чем модели без приставки Plus Проще по техническому оснащению, но при этом они еще и стоят дешевле Комплект у смартфонов схож, он включает адаптер питания, мощность 67 Вт, скрепку для лотка, силиконовый чехол, документацию Визуально смартфоны повторяют исполнение старших версий Это неразборный корпус с выдвижным лотком для SIM и карты памяти, оба защитой IP54 от воды и пыли Realme 12 Plus мне явно больше нравится по внешнему исполнению за счет фактуры задней крышки с имитацией под кожу Он выделяется из массы безликих решений, плюс подобные телефоны не выскальзывают из рук, они удобны в эксплуатации И опять же берем блок основной камеры, здесь он круглый, занимает практически всю ширину И в итоге смартфон при расположении его на крышке, на ровном столе, не будет раскачиваться на этом блоке А у Redmi Note 13 Pro здесь характерная конфорка Отдельно расположены объективы, все они торчат В итоге все это будет, во-первых, цепляться, во-вторых, со временем, естественно, будут собирать царапины И в итоге Realme 12 Plus мы можем использовать без чехла, а Redmi Note 13 Pro только с чехлом, без будет проблематично Будет интересно узнать ваши отношения к подобному исполнению, когда камеры торчат отдельными блоками Или наоборот, вариант Realme 12 Plus, возможно, вам не понравится Оба телефона поддерживают как беспроводное, так и проводное подключение И оба располагают аудиоразъемом, он на верхнем торце Сама боковая грань плоская, с глянзовым покрытием В линейке представлены разные версии того исполнения, выбрать будет из чего По изображению используется 667-дюймовый AMOLED, высокая контрастность и яркость Примерно яркость на одном уровне, Realme 12 Plus это 560 нит и 525 нит для Redmi Note 13 Pro Картинка плавная, максимальное обновление 120 Гц Настройка доступна нескольких пресетов, можете уменьшить до 60 Гц, например, для того, чтобы снизить энергопотребление Есть адаптивная регулировка в зависимости от приложения Ну и цветовой баланс тоже можно подправить Уровень быстродействия выше у Realme 12 Plus, он работает на платформе Mediatek Dimensity 750 6-дюймовый техпроцесс, версии 8256 и 12512 ГБ памяти Также поддерживает технологию, когда часть внутреннего накопителя содействуется как оперативная память, увеличивая ее вдвое Redmi Note 13 Pro работает на Helio G9 Ultra Эта платформа слабее и разница у нас в районе примерно 30%, это же подтверждают синтетические тесты На выходе это отражается в скорости запуска приложения, в общей стабильности работы Набор модулей связи у нас тоже отличается и, к сожалению, не в пользу Redmi У Realme 12 Plus есть поддержка Wi-Fi 6 Сейчас уже даже недорогие роутеры поддерживают такое скоростное соединение А Redmi у нас выделяет с наличием инфракрасного порта Можете использовать для управления бытовой техникой По автономной работе, то аккумулятор 5000 мАч, но отличает у нас энергоэффективность платформы И при схожей диагонали экрана, яркости выставленные на одном уровне У нас примерно, опять же, на те же самые 30% в Realme 12 Plus работает больше На 2 часа дольше, то есть телефон и быстрее, и при этом автономность лучше Быструю зарядку они поддерживают, в комплекте идет адаптер для такой зарядки В Redmi Note 13 Pro главный модуль с разрешением 200 мегапикселей Матрица Samsung, по умолчанию идет объединение соседней пикселей в один У Realme 12 Plus разрешение меньше, там 50 мегапиксельная камера, но размер пикселя больше Объектив состоит из 5 линз, оптической стабилизации изображения И сейчас вы видите примеры снимков Напомню, что по ссылке есть текст-обзор, также в описании ссылка эта доступна В самом текстном обзоре есть ссылка на Яндекс.Диск, где вы можете посмотреть фото, которое сейчас вы видите в оригинальном изображении И сравнить уже самостоятельно все, что вам необходимо Несмотря на то, что у нас телефон Redmi оснащен камерой на 200 мегапикселей Тут у нас есть аппаратное ограничение платформы Максимальное разрешение съемки только Full HD со скоростью 60 кадров в секунду А Realme у нас может снимать 4К с 30 кадрами Видео мы тоже снимали в разных условиях, здесь я его немного сокращу Опять же, в текстном обзоре можете посмотреть детально По камере фронтальной 16 мегапикселей примеры снимков также приводим Будет интересно узнать ваше мнение по качеству съемки этих телефонов Но выда, конечно, делать вам В итоге же, если оценивать телефоны в лоб-в-лоб То Realme 12 Plus при схожей стоимости кладет Redmi Note 13 Pro, мне кажется, на лопатки По всем фронтам Это и производительность, и автономность Ну, чуть ярче экран А по камере тут уж сами решайте Возможности, конечно, больше у Realme 12 Plus Какому телефону вы бы отдали предпочтение? Отпишитесь в комментариях Лайк, подписка приветствуется Пока-пока